Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами знакомимся со сложно подчиненными предложениями. В частности, мы с вами поговорим о предаточных определительных, которые имеют место в сложно подчиненном предложении. Но для начала, ребята, мы с вами должны обратить внимание на то, что сложно подчиненные предложения делятся на три основные группы в зависимости от того, на какой вопрос или какое значение имеют предаточные предложения. Значение предаточного предложения в сложно подчиненном предложении, ребята, определяется точно так же, как второстепенные члены в простом предложении. Обратите внимание, если в качестве второстепенных членов в простом предложении мы берем дополнение определения и обстоятельства, обстоятельства в свою очередь имеют различные смысловые значения, то эти же значения предаточных мы встретим и в сложно подчиненных предложениях. Рассмотрим с вами три предложения соответственно трем видам предаточных в сложно подчиненных предложениях. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Ребята, вы видите, что это сложное предложение, конкретнее сложно сочиненное, сложно подчиненное предложение, так как в качестве связки между двумя простыми предложениями использован союз что. Главное предложение здесь Владимир с ужасом увидел. Для того, чтобы определить вид предаточного, мы обязательно должны задать вопрос от главного предложения к предаточному. Увидел что? Что он заехал в незнакомый лес. Ребята, видите, предаточное предложение относится к слову увидел и отвечает на вопрос косвенных падежей. В простом предложении этот второстепенный член называется дополнение. Дополнению в простом предложении соответствует предаточное, изъяснительное в сложно подчиненном предложении. Итак, это предаточная часть, мы возьмем ее в круглые скобки. Рассмотрим второе предложение. Изобразить чувство, которое я испытывал в то время, очень трудно. Здесь предаточное предложение, которое я испытывал в то время, ребята, как вы видите, разбивает главное предложение. Предаточное присоединяется, как вы видите, к главному предложению при помощи союзного слова «которое». И задаем вопрос от главного предложения. Изобразить чувство, какое. Обратите внимание, что мы задаем вопрос только от существительного в главном предложении к предаточному. И на вопрос «какое» в простом предложении отвечает определение, а в сложно подчиненном предложении – предаточное, определительное. Если дед уходил из дома, бабушка устраивала в кухне интереснейшие собрания. Главное предложение – бабушка устраивала в кухне интереснейшие собрания. В каком случае бабушка устраивала или при каком условии, если дед уходил из дома? Если дед уходил из дома, это предаточное предложение, оно начинает все предложение, и начинается предложение условным союзом «если». Таким образом, ребята, мы видим, что предаточное предложение здесь отвечает на вопрос обстоятельства, при каком условии. Таким образом, перед нами три вида предаточных предложений в сложно подчиненном предложении. Предаточные – изъяснительные, предаточные – определительные и предаточные – обстоятельственные. Посмотрите, ребята, три вида предаточных представлены у нас в такой вот схеме – определительные, изъяснительные, обстоятельственные. Как я уже сказала, значение этого предаточного или вид предаточного определяется как по вопросу, так по союзу или по союзному слову. И, конечно же, если в главном предложении мы с вами рассмотрим это позже, будут указательные слова, то по функции этих указательных слов. Но сегодня конкретно мы будем говорить о первой группе предаточных, это о предаточных определительных. Мы с вами знаем, что определение – второстепенный член предложения, который обозначает признак предмета и отвечает на вопросы «какой?», «чей?». Так вот, предаточные и определительные тоже должны обозначать признак какого-либо предмета. Этот предмет будет иметь место в главном предложении, чаще всего это существительное, от которого мы задаем вопрос ко всему предаточному. Давайте рассмотрим. В деревне, где скучал Евгений, была прелестный уголок. Наше главное предложение – в деревне была прелестный уголок. А вот «где скучал Евгений» – это уже предаточное предложение. Мы задаем вопрос от деревни. Деревня какая, где скучал Евгений? И говорим, что это предаточное относится к существительному в главном предложении, обозначает его признак, присоединяется к главному предложению при помощи союзного слова «где». Мы знаем, что союзное слово «где» – это наречие. Следовательно, оно выполняет здесь какую-то роль в предаточном предложении. «Мне припомнилась нынче собака, что была моей юности друг». «Мне припомнилась собака, какая, что была моей юности друг». Опять-таки предаточное присоединяется к главному, только к одному слову в главном предложении, к существительному. И используется для соединения союзное слово «что». Потому что в этом случае слово «что» заменяет слово «собаку». Если мы хотим проверить, союзное ли это слово, мы вместо «что» поставим то же самое слово, что и в главном. «Собака была другом моей юности». Ночной порой в пустыне городской есть час один, проникнутый тоскою. Какой час, когда на целый город ночь сошла?» Ребята, как вы видите, здесь у нас уже предаточное определительное стоит чуть подальше. Но, опять-таки, надо вам сказать, что предаточные определительные всегда стоят после определяемого существительного. Слово «когда» выполняет роль союзного слова. Это наречие. «У нее было такое чувство, будто от нее все отвернулись». Было чувство «какое», будто от нее все отвернулись. Так вот, ребята, вы уже заметили, что предаточные определительные могут присоединяться при помощи чаще всего союзных слов. И отвечают они на вопросы, конечно же, определения. Как я уже сказала, они должны стоять после определяемого существительного. И таким образом это и есть основные признаки предаточных определительных. Какие союзные слова используются в предаточных определительных? Мы уже с вами обратили внимание на них. Это союзные слова, то есть относительные местоимения. «Чей», «который», «какой», «что». Не ошибается тот человек, который ничего не делает. Видите, слово «который» в предаточном предложении – это союзное слово. Слово «человек» в главном предложении, определяемое существительное, от которого мы задаем вопрос к предаточному предложению. «За тополями, куда зашло за ночь солнце, небо цвело шиповником». «За тополями, какими, куда зашло за ночь солнце». А вот уже слова «где», «куда», «откуда», «когда» – это наречие. Но в данном случае они присоединяют предаточное и определительное, так как мы задаем вопрос от тополей. «Тополями, какими, куда зашло солнце». Рассмотрим с вами предложение и скажем, чем присоединяются предаточные и определительные к главному, к какому слову в главном они относятся. Он захотел рассмотреть вазу, что стояло в углу. Опять-таки мы видим, что предаточное, что стояло в углу, стоит после определяемого слова «вазу». Вазу какую? Союзное слово «что» присоединяет это предаточное. Оно заменяет слово «вазу» из главного предложения. «Я люблю людей, с которыми легко общаться». «Людей, каких, с которыми легко общаться». Союзное слово «с которыми» здесь слово «который» стоит в творительном падеже и используется опять-таки в качестве союзного слова. Наконец, мы увидели писателя. Писателя «какого?», о котором столько слышали. Ребята, мы видим, что для присоединения предаточных и определительных чаще всего употребляется слово «который» в определенных, в нужных падежах. Но могут выступать и другие союзные слова. Если нам трудно определить другие союзные слова, то мы можем заменить их словом «который». Например, он захотел рассмотреть вазу, которая стояла в углу. Таким образом, мы сразу можем сказать, что это предаточное определительное. Среди предаточных определительных выделяется отдельная группа предаточных, которые называются местоименно-определительными. Что же это за такие предаточные? Ну, как вы понимаете, это те же самые определительные предаточные, но они относятся не к существительному, как мы заметили в предыдущих предложениях, в главном предложении, а относятся к местоимению в главном предложении. Давайте рассмотрим с вами предложение. «Всего, что знал еще Евгений, пересказать мне недосуг». «Что знал еще Евгений» – это предаточное предложение. «Всего какого, что знал или чего именно, что знал еще Евгений». Ребята, как вы видите, предаточное относится к местоимению в главном предложении. Такое предаточное называется местоименно-определительным. «Тот, кто приходил вчера, сегодня не появлялся». «Тот, какой именно, тот, кто приходил вчера». Тоже предаточное относится к указательному местоимению в главном предложении. «Каков привет?» – «таков и ответ». Мы видим, что главное предложение – это «таков и ответ», так как в предаточном должно быть союзное слово «каков». «Каков ответ?» – «каков привет?». Здесь мы задаем от слова «таков» от местоимения вопрос. «Что с возу упало, то и пропало?» «То пропало, какое именно?» «Что с возу упало?» «То, что именно?» «Или какое, что упало?» Здесь предаточное тоже относится к местоимению. Таким образом, это местоименно-определительный предаточный. Выполним с вами, ребята, одно задание. Закончим предложение, преобразовав их в сложно подчиненный с предаточным определительным. Вокруг развернулось такое строительство. Правильно, мы должны задать вопрос от слова «строительство». Какое строительство? Какого мы еще не видели, например? Мы с вами закончили предложение, добавив в него предаточное определительное. Известие взволновало многих. Какое известие? Которое объявили по телевизору. Муссоны – это ветры. Вы знаете по урокам географии, что муссоны – это ветры, которые дуют от океана к материку и которые меняют свое направление. Мы можем сказать, что это ветры, которые меняют направление. Сложное предложение, в котором и так далее. Части связаны подчинительными союзами или союзными словами. Биссектриса – это такая прямая, которая, вы знаете, что делит угол пополам. Таким образом, ребята, сегодня мы с вами получили информацию о сложно подчиненных предложениях с предаточными определительными. И сказали, что предаточные определительные, так же, как и определения в простом предложении, отвечают на вопрос, какой или который, связываются с главным предложением при помощи союзных слов. Всегда относятся к существительному в главном предложении и всегда стоят после этого существительного. Закрепите свои знания, выполняя задания, предложенные в учебнике. А сейчас я с вами прощаюсь. До новых встреч! Здравствуйте, дорогие ребята! Тема сегодняшнего урока – функция y равен модуль x и ее график, и функция y равен x кубе и ее график. Давайте с вами вспомним определение модуля x. Посмотрите, пожалуйста. Это выражение равно x, если x больше нуля, равно нулю, если x равен нулю, и равен минус x, если x меньше нуля. Если построить график этой функции, обратите внимание на график, пожалуйста, то у нас график состоит из двух лучей, являющихся бисектрисами первой и второй четвертей. Область определения данной функции, то есть все допустимые значения аргумента x – это вся числовая ось, а множество значений – это промежуток от нуля до плюс бесконечности. Точка 0,0 является точкой вершины графика, и ось у y является осью симметрии. Давайте с вами рассмотрим следующие графики, то есть исследуем, как данные графики получаются из графика функции y равен модуль x. Посмотрите, пожалуйста, на первый график. У нас дан график функции y равен модуль x, он у нас считается как основной, и далее мы видим с вами график красного цвета, это y равен 2 модуль x. Хочу вам напомнить, что мы подобное преобразование с вами делали с квадратичной функцией. То есть данный график получается растяжением от оси Ох, то есть график становится уже. То же самое можно сказать насчет графика y равен минус модуль x и графика y равен минус 2 модуль x. С одной лишь разницей, что в данном случае ветви графика обращены вниз. Посмотрим на второй график. Тут данные функции y равен по модулю x минус 1 и y равен по модулю x плюс 2. Данные графики получаются из графика функции y равен модуль x путем параллельного переноса по горизонтали, то есть вдоль оси Ох. В случае, когда y равен по модулю x минус 1, мы смещаем график вправо на одну единицу. Обратите внимание, в данном случае у нас вершина графика будет уже точка с координатами 1, 0. В случае, когда у нас y равен по модулю x плюс 2, мы смещаем график по горизонтали, но уже влево на 2 единицы. И в данном случае вершиной графика будет точка с координатами минус 2, 0. Далее давайте посмотрим на третий график. У нас тут данные графики функции y равен модулю x плюс 2 и график функции y равен модулю x минус 4. Графики данных функций получаются тоже из графика функции y равен модулю x параллельным переносом, но уже по вертикали, то есть вдоль оси Оу. В случае, когда y равен модулю x плюс 2, мы перемещаем график вверх на 2 единицы. И в данном случае вершиной нашего графика будет уже точка с координатами 0, 2. В случае, когда y равен по модулю x минус 4, мы смещаем график вниз на 4 единицы. И в данном случае вершиной графика будет точка с координатами 0, минус 4. Какой вывод можно из этого сделать? Посмотрите, пожалуйста, если мы будем рассматривать график функции y равен а по модулю x минус m плюс n, то мы уже говорим, что он получается из графика y равен модуль а x смещением на m единиц горизонтально, если m больше 0 направо, m меньше 0 налево, и на n единиц по модулю вертикально. То есть если n больше 0, смещение у нас вверх, если n меньше 0, то смещение у нас вниз. mn – это будет точка вершины графика симметричного относительно прямой x равен m. Если a больше 0, то лучи у нас образующих график будут направлены вверх, если a меньше 0, то лучи будут направлены вниз. Давайте рассмотрим следующее задание номер 3 со страницы 72. Какой функции соответствует каждый график? Посмотрите, пожалуйста, на первый график. Он у нас соответствует формуле под номером 3, то есть f от x равен 1 третья модуль x. Если рассмотреть второй график, он у нас будет соответствовать формуле под номером 1, то есть f от x равен 3 модуль x. В этом можно очень легко убедиться, допустим, подставив любую точку на графике данную функцию. И c, так как ветви у нас обращены вниз, то она будет соответствовать формуле 2, то есть f от x равен минус 3 модуль x. Следующее задание – это задание номер 4, тоже со страницы 72. В данном случае мы должны с вами записать функции, которые соответствуют нашим графикам. Давайте запишем общий вид y равен a по модулю x минус m плюс n. Обратите внимание, у нас вершина графика в точке 0,0, то есть m и n у нас равно 0. И мы можем записать y равен a модуль x. Для того, чтобы найти значение a, можем подставить вместо x и y координату любой точки на графике. В данном случае мы можем подставить координаты точки 1, 2. И отсюда мы получаем, что a равен 2. То есть y равен 2 модуль x. Точно таким же образом давайте посмотрим пункт b. Мы видим, что график функции, ветви обращены вниз, и вершина у нас в точке с координатами 3,1. Значит, вместо m, n мы можем подставить 3 и 1. Для того, чтобы найти значение a, опять-таки мы должны подставить значение любой точки в график вместо x и y. В данном случае поставим координаты точки 0, минус 2. И получаем отсюда, что a равен минус 1. Следовательно, функция имеет вид y равен минус, по модулю x минус 3, плюс 1. И последний график, пункт c. Мы видим, что вершина графика находится в точке минус 2,0. То есть m у нас будет минус 2, n 0. И функция равна y равен a, по модулю x, плюс 2. Далее, чтобы найти a, мы подставляем вместо x и y координаты точки 0,1. И отсюда мы получаем, что a равен 1,2. Значит, функцию можно записать следующим образом. y равен 1,2, по модулю x, плюс 2. Посмотрите, пожалуйста, на данную функцию. y равен kx, плюс b, по модулю ее график. Хочу вам предложить еще один вариант построения графика такой функции, используя график линейной функции. То есть для начала мы с вами можем построить график функции y равен kx, плюс b. Далее, та часть графика, которая находится ниже оси ух, зеркально отображается вверх относительно оси ух. И, следовательно, мы уже получаем график функции y равен по модулю kx, плюс b. Областью определения данной функции является вся числовая ось, а множеством значений, как видите, промежуток от нуля до плюс бесконечности. Давайте мы это рассмотрим с вами на примере следующей функции. y равен по модулю 2x минус 3. Обратите внимание, пожалуйста, на график. Сначала мы можем построить график функции y равен 2x минус 3. Для этого найдем точки пересечения с осью у и с осью ух. С осью ух это точка с координатами 3, 2 и 0, а с осью ух это точка 0 минус 3. Далее, то, что показано на графике пунктирной линии, это часть графика, которая находится ниже оси ух. Мы ее отображаем относительно оси ух в верхнюю полуплоскость. И, как видите, график получается у нас y равен по модулю 2x минус 3. Областью определения данной функции будет являться вся числовая ось от минус бесконечность до плюс бесконечности. Множеством значений будет являться промежуток от нуля до плюс бесконечности. x равен 3, 2 является в данном случае осью симметрии. И точка вершины графика это точка с координатами 3, 2, 0. Давайте рассмотрим еще один график функции y равен x кубе. Мы знаем, что любое положительное число в нечетной степени будет положительным. 0 равно 0, и отрицательное число в нечетной степени будет являться отрицательным. Следовательно, наш график должен находиться в первой и в третьей четвертях и проходить через начало координат. Посмотрите, пожалуйста, на график справа y равен x кубе. Очевидно, что областью определения данной функции является вся числовая ось. И множеством значений, соответственно, тоже. Графиком данной функции является кубическая парабола. А начало координат, то есть точка 0, 0 является центром симметрии. Давайте рассмотрим следующие графики. Первый график y равен 2x кубе. Мы уже делали с вами соответствующее преобразование для модульной функции. Давайте посмотрим в данном случае, как получается график данной функции из графика функции y равен x кубе. Мы можем легко определить, что данный график получается растяжением от оси Ох в два раза. Далее посмотрим на график функции g от x равен x кубе минус 1. Посмотрите, пожалуйста, этот график получится у нас параллельным переносом по вертикали на одну единицу вниз. Это очень хорошо видно на графике. И, соответственно, центр симметрии здесь уже будет в точке с координатами 0, минус 1. Давайте рассмотрим график функции h от x равен x плюс 2 в кубе плюс 1. Этот график получается, если мы параллельно перенесем график и по горизонтали, и по вертикали. Давайте рассмотрим задание номер 4 со страницы 74. На рисунке изображены графики функции y равен x кубе, y равен x плюс 3 в кубе, y равен x минус 2 в кубе минус 1. Посмотрите, пожалуйста, y равен x кубе – это график функции синего цвета, который проходит через начало координат. y равен x плюс 3 в кубе получается смещением основного графика по горизонтали на 3 единицы влево. То есть центр симметрии уже будет у нас в точке с координатами минус 3, 0. На графике это график зеленого цвета. И график функции y равен x минус 2 в кубе минус 1. Мы смещаем график функции y равен x в кубе и по горизонтали, и по вертикали. Центр симметрии в данном случае у нас будет в точке с координатами 2 минус 1. Это у нас будет график красного цвета. Следующее задание – это задание номер 5 со страницы 74. Точка n с координатами минус 1, 1 находится на графике функции y равен x в третьей степени плюс n. Какие из заданных точек a, b, c и d тоже находятся на графике этой функции? Давайте сначала найдем значение n. Для этого мы координаты точки n минус 1, 1 подставим в заданную функцию. Отсюда мы получаем, что n равен 2. То есть функция имеет вид y равен x в кубе плюс 2. Далее проверим, находятся ли данные точки на графике этой функции. То есть подставляем значение координат каждой точки вместо x, y. Для начала подставим координаты точки a. 1 вместо x, 3 вместо y. И у нас получается верное равенство. То есть a принадлежит графику функции. Следующее мы проверяем координаты точки b. Точно так же подставим 0, 0 вместо x, y. И мы видим, что здесь получается неверное равенство. Соответственно, точка b не принадлежит к графику данной функции. Точка c, как вы видите, при подстановке координат точки c вместо x, y функцию, тоже не принадлежит к графику этой функции. И последнее. Если мы подставим координаты точки d, то убедимся в том, что точка d будет находиться на графике этой функции. На сегодня у нас с вами всё. Для закрепления темы я советую вам прорешать задания из вашего учебника по заданной теме. До свидания. Всего вам доброго. Здравствуйте, дорогие ребятки. Вот наступил тот период, когда мы с вами начинаем изучать очень интересный и познавательный раздел физики, который называется оптика. Оптиус с греческого переводится видимый, зримый. Вы обращали внимание, что в городе рядом с аптекой имеются такие магазины, как мы их называем, оптика. То есть там продаются приборы, которые помогают нам видеть хорошо. То есть специальные очки для специального выравнивания зрения. Так вот, всё, что связано с видимостью, с ощущением человеческого глаза, окружающего пространства, восприятие информации об окружающем мире через глаз, вот этот раздел изучает оптика. Оптика издавна греки изучали этот раздел, благодаря чему, что они узнавали поверхностное движение, значит, света, то есть лучей света через разные, более плотные или менее плотные среды, то есть через какие-то вещества. Так вот, мы не можем видеть ни один объект, ни существующий вокруг нас какой-то предмет, если нет источника света. Что же такое источник света? Значит, всё то, что несёт нам световую зримую энергию, называется источником света. Свет от источника потребителя, то есть к нам, поступает при помощи светового луча. То есть он выходит, мы с вами знаем из геометрии, что луч – это направленный отрезок, который выходит из одной точки, имеет начало, но не имеет конца. Так вот, если у нас свет поступает к нам из одного источника, в данном случае для нас это является Солнце. Помимо солнечной энергии, солнечная энергия представляет собой электромагнитную волну, она несёт в себе и тепловую, и электромагнитную, а также и световую энергию. Так вот, ребят, если у нас энергия движется, значит, есть среда, через которую движется данная энергия. Так вот, для света и для световой волны энергия не нужна. Что же такое источник света? Мы с вами знаем в современном мире, современные люди знаем, что основным источником света энергия у нас является электричеством. У нас есть электрические приборы, которые подают нам свет. Это все лампы дневного света, это, значит, источники световой энергии, это, может быть, люстры и так далее, их большое количество. Это всё то, что сделано руками человека, это называются искусственные источники света. То, что нам даёт природа, это называется естественный источник света. Вот у меня здесь наша с вами модель, то есть планетарная модель строения, значит, нашей с вами галактики. Вот у меня здесь источник света и тепла Солнца. Обратите внимание, что оно излучает свет, то есть у нас здесь, естественно, эта модель горит лампочка. Под действием этой лампочки Земля получает и световую, и тепловую энергию. В данном случае мы говорим о свете, нас интересует свет, то есть мы получаем световую энергию. В зависимости от того, как вращается Земля вокруг Солнца, мы получаем то или иное количество энергии. Либо уменьшаем мы её, либо увеличим. То есть в данном случае мы с вами совершаем двойное вращение вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тем самым расстояние между Землёй и Солнцем меняется за счёт того, что Земля вращается по своей орбите. А орбита, мы знаем с вами, что она не является окружностью, она является эллипсообразной, поэтому расстояние сокращается. Мы это на себе чувствуем как смену времён года, то есть либо тепло, либо холодно, либо горячо, либо жарко. Так вот, это всё связано с источником света, который является для нашей с вами галактики, для нашей с вами Земли, это Солнцем. Так вот, поговорим об источниках. Что же такое источники? Значит, источник света – это то, что даёт нам свет. Ведь без источника света мы не можем видеть и соизмерить окружающий мир. Для этого нам обязательно нужен источник света. Источники света делятся на два основных класса. Это естественные и искусственные. Естественными источниками света могут также быть тепловые источники света. То есть костёр, в данном случае спиртовая горелка, если мы её зажигаем, здесь у меня свеча, это она даёт и тепло, и свет. Кстати, лампы, значит, лампы накаливания, они тоже частично электрическую энергию превращают либо в свет, либо в тепло. Естественно, там есть соотношение между тепловой и световой энергией. Так вот, давайте посмотрим, что же такое свет. Свет – это электромагнитная волна, которая распространяется в любой среде. То есть в данном случае у нас распространение световой волны происходит в вакууме от источника к потребителю. А если мы находимся на земле, то и в воздухе мы видим, когда зажигается лампочка, когда зажигается костёр, любой источник света. Так вот, ребятки, в природе имеются животные, которые тоже светятся на определённом этапе. Мы с вами знаем рассветлячки, другие представители флоры, находящиеся на земле. Так вот, источник света нам помогает видеть предметы, окружающие нас. При решении определённых задач, при изучении предметов, расстояния между ними при помощи светового луча, мы в оптике, в физике делаем такое допущение, как точечный источник света. Мы с вами, когда проходили механику, мы знали, что определённую модель мы называли материальной точкой. То есть тело, формой и размерами которого мы пренебрегаем в условиях данного движения, называли материальной точкой. По аналогии то же самое происходит в оптике. Значит, точечный источник света – это источник света, формой и размерами которого мы пренебрегаем, то есть не учитываем. Нас интересует только сила подаваемого света и, естественно, расстояние от источника света. Так вот, свет может проходить через прозрачную среду. Свет может отражаться, может преломляться. Так вот, когда мы строим дом, мы обязательно оставляем зазоры для окна. А в окна мы ставим прозрачное для света вещество, такое как стекло. То есть свет, чтобы мог попадать к нам в помещение. Естественно, что через дверь свет к нам не попадает. Почему? Потому что он не может проникнуть через плотную среду. Свет у нас распространяется в различных средах. Как мы и говорили, есть специальные среды, которые мы называем оптически прозрачные. К ним относятся вода, стекло, всевозможные минералы. Вот в данных средах у нас свет начинает менять свое направление движения, а говоря языком физики, преломляется. Также свет может отражаться. Мы с вами наблюдали такое явление, когда мы смотрим в зеркало, мы видим свое отражение. Это происходит благодаря тому, что световые лучи, отражаясь от гладкости зеркальной поверхности, возвращаясь к нам в глаз, дают наше изображение. Так вот, что же такое световая энергия? Световая энергия, как мы и говорили, может быть также и тепловой. Например, при извержении вулканов мы с вами видим световые явления и также тепловые. В момент извержения вулканов температура там достигает порядка 2700-2900 градусов по Цельсию. То есть с повышением температуры любое тело начинает, помимо того, что оно нагревается, оно становится источником света. То есть происходит здесь фундаментальные изменения в молекулярном строении, которые приводят к такому свечению, то есть получению видимой энергии. Так вот, свет имеет определенные законы. Такой основной закон для распространения света, как прямолинейность распространения света, который гласит, что свет в однородной прозрачной среде распространяется прямо линейно. Это говорит о том, что если я стою, а за мной находится источник света, то через меня он пройти не может, огибать меня он не может. Благодаря вот этому закону мы знаем, что любое тело отбрасывает тень. То есть образование тени, полутени, а также образование солнечных и лунных затмений. То есть что такое солнечное и лунное затмение? Это такое состояние, при котором тень от диска Луны падает на Солнце, и мы видим как затмение. То есть в этом ничего мистического нету, это всего лишь оптическое явление. Попадение луча, попадение тени одного небесного тела на диск другого. А с другой планеты, наблюдаемой планеты, мы видим это в виде затмения. Значит, свет в однородной прозрачной среде не меняет своего направления, движется равномерно, прямолинейно вдоль выбранного направления. Так вот, этот закон позволяет нам рассмотреть такое явление, как тень, полутень, а также солнечные и лунные затмения. Тень – это та часть пространства, куда не попадает свет. Полутень – это та часть пространства, куда свет частично попадает. Обратите внимание, человек или дерево, или дом отбрасывает свою тень в сторону, противоположную от источника света. То есть, если я нахожусь вот в этом направлении, и за мной находится источник света, будь это светильник или тоже солнце, я отброшу тень перед собой. В противоположном направлении у меня тень будет отбрасываться за моей спиной. Так вот, свет у нас ведет себя достаточно стабильно. То есть, если он идет от источника к потребителю, он не будет менять своего направления, если не столкнется, конечно, с препятствием более плотной оптической средой. И там же он и прекратит свое движение. Почему? Потому что свет не имеет возможности огибать препятствия. Это все хорошо, очень интересно описано в вашем учебнике. Так и называется – источник свет, световые явления, источник света, а также закон прямолинейного распространения света. В конце данного параграфа у вас есть очень интересное исследование номер два. В этом исследовании вы можете провести следующее. Берется фонарик обычный и пропускаем свет через прозрачный сосуд. Может быть, стакан, может быть, маленький какой-то цилиндр прозрачный. Свет в первый момент, когда он пустой, проходит ровненько. Если мы туда начинаем наливать воду, в данном случае вода у нас самая, такой простой химический элемент, который может показать движение света, мы видим, что световой луч ведет себя как бы надломленным. Мы это явление очень хорошо наблюдаем, когда в прозрачный стакан опускаем ложку, стакан с водой. Нам кажется, что ложка сломалась. Ложка не сломалась. Это свет так проходит в более плотную среду. То есть воздух – менее плотная среда, воздух – вакуум. Она не меняет направление распространения света. А вот более плотная среда, такая как вода, за счет плотности молекул, она изменяет направление движения светового луча. Вот исследование номер два. Было бы хорошо, чтобы вы сами провели дома. Вот он на странице 111. Данное исследование можно будет самим провести и результаты исследования внести в свои тетрадки. В следующий раз мы с вами будем изучать световую волну уже как электромагнитную волну. Ведь теория, которая рассматривала световой луч, называется корпускулярно-волновой двойственность. То есть, с одной стороны, свет ведет себя как волна, а с другой стороны, она проявляет свойства, связанные с частицами. Например, свету присущи такие волновые явления, как дифракция, интерференция, дисперсия. А с другой стороны, конечность скорости движения и поглощения энергии присущи только частицам, фотонам, которые мы и называем, фотос, это означает светящийся, солнечный. Так вот, фотоны поглощают энергию определенными квантами. Это относится к свойствам только частицам. И вот такую двойственность, поэтому считают, что свет имеет и свойства энергии волны, и свойства частиц света. Свет распространяется в однородной прозрачной среде с конечной скоростью, равной 300 тысяч километров в секунду. На сегодняшний день это самая большая скорость, имеющаяся, как говорится, на вооружении человечества. Так вот, в учебнике у вас в конце параграфа есть данное исследование. Запишите его в тетрадь. На сегодня все. Берегите себя, соблюдайте дистанцию, мойте руки, носите маски. Желаю вам успехов и здоровья. Здравствуйте, дорогие ребята. Сегодня мы с вами будем обсуждать тему климат Африки. Ребята, сначала давайте вспомним, что такое климат. Климат – это многолетний режим погоды. То есть климат у нас в течение сотни лет не меняется. А сейчас давайте рассмотрим с вами рисунки. У нас тут даются два рисунка – засуха в Западной Африке и засуха в Восточной Африке. По этим рисункам мы можем определить, что в Африке у нас часто происходят засухи. Цитата из доклада экспертов ООН. Они считают, что одной из главных причин экономической отсталости региона Африки являются именно засухи. Ребята, в Африке есть такой регион, который называется Сахель. Сахель – это регион Африки, который расположен южнее Сахары. То есть охватывает южную часть Сахары и дальше. Сахель, ребята, характеризуется сезонным увлажнением и расположенным между тропическими пустынями и саваннами. Так, Африка. Ребята, по площади Африка – это второй материк. Площадь Африки составляет 30,3 миллиона квадратных километров. Но в том числе, ребята, Африка является самым жарким материком. А причиной этого является то, что Африка пересекает тропики. Северный тропик и южный тропик. Это единственный материк, который симметрично. Все климатические пояса тут меняют друг друга. Почему? Потому что экватор проходит через центр материка. Ребята, в Африке солнечная радиация составляет 160-220 килокалорий на квадратные сантиметры. В Африке, ребята, только центральная Африка является более увлажненной. Именно у нас в Камеруне, в городе Дебунджа, выпадает самое большое количество осадков. Тут количество осадков составляет 10 470 миллиметров. Данный город находится на берегу Гвинейского залива. Так, какие факторы оказывают влияние на формирование климата Африки? Это в первую очередь являются течения, потом ветры. Также форму рельефа могут оказать влияние на формирование климата. Мы знаем, что, ребята, течения у нас бывают двух видов. Мы это проходили с вами в восьмом классе. Это холодные течения и теплые течения. Холодные течения приводят к формированию сухого климата, а теплые течения к формированию влажного климата. На территории Африки у нас имеются как холодные течения, так и теплые течения. Теплые течения, ребята, обозначены красным цветом. Из холодных течений Канарское течение, Бенгельское течение, Сомалийское течение, также течение западных ветров, они приводят к формированию сухого климата. А теплые течения, такие как Гвинейское течение, Мозамбикское течение, течение мыса Игольного находятся на южном берегу Африки. Эти течения, наоборот, увлажняют климат Африки. Помимо этого, ребята, на формирование климата Африки оказывают влияние пассатные ветры, то есть постоянные ветры. Пассаты, ребята, они дуют с тропических широт в экваториальные широты. Так, а сейчас давайте рассмотрим, какие климатические пояса имеются в Африке. Ребята, в Африке имеется экваториальный климатический пояс, дальше субэкваториальный климатический пояс, тропический климатический пояс и субтропический климатический пояс. Экваториальный климатический пояс, ребята, характеризуется жарким и влажным климатом. Тут у нас образуются экваториальные леса, и больше всего осадка выпадает именно в этом климатическом поясе. Дальше у нас идут субэкваториальный климатический пояс. Субэкваториальный климатический пояс является переходным климатическим поясом. То есть на формирование климата субэкваториального климатического пояса оказывают влияние тропические и экваториальные воздушные массы. В субэкваториальном климатическом поясе у нас образуются саванны, то есть там у нас высокие травы. Дальше тропический климатический пояс. Это у нас, можно сказать, самый сухой климатический пояс. Охватывает в основном северную и южную часть материка. В тропическом климатическом поясе, можно сказать, вообще осадка выпадает очень мало. Даже в этих климатических поясах, то есть на северном тропическом и на южном тропическом климатическом поясе у нас часто возникают засухи. И вот в северных конечностях материка и на йоге материка у нас имеется субтропический климатический пояс. Ребята, это единственный климатический пояс в Африке, в котором у нас все сезоны года распределены четко. Субтропический климатический пояс также является переходным климатическим поясом. Зимой на формирование климата в субтропическом климатическом поясе оказывают влияние умеренные воздушные массы, а летом тропические воздушные массы. Сейчас, ребята, давайте мы с вами перейдем к выполнению задания. Нужно заполнить таблицу, при этом используя карто-схему сельского хозяйства Африки. Мы сейчас с вами определим отрасли сельского хозяйства, в каких климатических поясах они находятся, но страны вы найдете дома. Так, зерноводство, то есть кукуруза, проса, дальше корнеплоды, отгонно-пастбищное животноводство. Давайте посмотрим, где оно может у нас распространяться. Смотрите, в субэкваториальном климатическом поясе у нас распространяются такие отрасли сельского хозяйства, как зерноводство, отгонно-пастбищное животноводство, корнеплоды и так далее. Технические культуры, давайте посмотрим. Технические культуры, ребята, то есть хлопок, сахарный тростник, потом зерновые культуры, такие как кукуруза, пшеница, арахис и так далее. Плюс еще плодовые и зерновые культуры у нас имеются только на берегах рек. На берегу реки, например, Нил, развивается такая отрасль хозяйства. Но эта отрасль сельского хозяйства приходится на долю тропического климатического пояса. Овцеводство. Если обратите внимание, ребята, овцеводство, то есть каракулевое овцеводство и шерстное овцеводство, а также разведение ангорских коз приходится на долю, в основном, тропических широт, то есть тропического климатического пояса и на долю субтропического климатического пояса. Зерновые культуры. Обратите внимание, зерновые культуры у нас имеются в субтропическом климатическом поясе. Собирательство и лесное хозяйство. Собирательство и лесное хозяйство у нас, ребята, распространены в экваториальных широтах. Но помимо этого, на территории Африки у нас имеются малоиспользуемые и неиспользуемые земли. А это приходится, ребята, на долю тропических широт северного полушария. Именно где у нас расположена самая большая пустыня мира Сахара, тут у нас имеются малоиспользуемые и неиспользуемые земли. А причиной этого является то, что территория полностью покрыта пустыней и здесь осадки почти не выпадают. Но хочу вам сказать одну вещь, что Африка очень богата подземными водами. Если искать, если развивать эту отрасль, то Африка превратится в одну из самых влажных материков мира. Ребята, с каждым днем растет число зараженных коронавирусом. И чтобы защитить себя и близких от этого вируса, вы должны предпринимать ряд мер. Одевать маски, соблюдать личную гигиену, соблюдать дистанцию с людьми. И если нет необходимости, пожалуйста, не выходите на улицу. Желаю всем вам удачи, успехов. Увидимся на следующих уроках. До свидания. Здравствуйте, ребята. Мы продолжаем изучение второго модуля. Сегодняшняя наша тема называется «Циклический просмостер с миской». Давайте попробуем создать пустой список и добавить в этот список элементы с клавиатурой. Как это будет выглядеть? У нас есть пустой список price, и мы добавляем с клавиатуры новые цены, присваиваем эти цены в переменную new и каждый раз добавляем этот элемент в пустой список с помощью метода append. А что делать, если у нас количество элементов 10 или же много? Для этого мы, конечно же, должны использовать циклы. Блок команд будет выполняться до тех пор, пока наше условие истинно. Вспомним синтаксис этого цикла. В while у нас счетчик сравнивается с числом элементов, и до тех пор, пока это условие истинно, то есть счетчик меньше числа нашего элемента, выполняется блок команд и каждый раз увеличивает счетчик на единицу. После того, как мы добавили все элементы, конечно же, продолжается программа. И как это будет выглядеть для нашего списка? Опять же, пустой список. I у нас – это значение счетчика. Присваиваем ноль. Что мы должны писать в условии? С чем мы сравниваем I? Чтобы добавлять каждый раз новую цену товара и эту же цену добавить в пустой наш список. Конечно же, если I будет меньше количества элементов, то тогда наш список будет добавляться элементами. А так как мы сказали, что мы хотим добавить 10 элементов, мы I будем сравнивать с десяткой. Каждый раз, как только I, то есть новый счетчик, новое значение счетчика будет меньше 10, мы вводим с клавиатуры цену, присваиваем в new, и этот же новый элемент добавляем с помощью метода append в список и увеличиваем значение счетчика на 1. А что делать, если у нас не 10 элементов, а мы хотим спросить, сколько элементов мы хотим добавить в список? Для этого мы вначале в переменную call присваиваем количество элементов, добавляемых в список. И I уже сравниваем с этим количеством. Смотрите, в первой строке у нас пустой список, во второй значение счетчика нулевое. В третьей строке мы написали, в call присвоили ту переменную, которую введем с клавиатуры, а это будет количество элементов. И в while мы сравниваем этот I с количеством элементов. До тех пор, пока количество элементов будет больше значения счетчика, мы введем наш элемент в наш пустой список. И, конечно же, здесь тоже мы должны каждый раз увеличить значение счетчика. Вот как будет выглядеть результат этой программы. У нас спрашивается, сколько товаров необходимо добавить. Мы вводим 2, и каждый раз эта двойка сравнивается с I, со значением I. Сначала с нулем, потом с каждым увеличенным значением. Сначала ввели 5, потом вводим 6, и в принте последняя строка у нас выводят на экран в список price. И так как мы ввели 5 и 6, у нас в списке тоже значения эти 5 и 6. Мы с вами уже знаем, как создать пустой список и добавить в него элементы с помощью цикла. Обратите внимание, что еще можно сделать со списками. Ну, конечно же, мы можем найти количество товаров, которые не дороже 3 монатов или же какого-то определенного моната, сколько в списке товаров, значение которых равно 5 и так далее. Это все, что мы сможем сделать со списками. И сегодня мы вспомним, что мы использовали для сравнения переменных с определенными значениями, и применим вот эти свои знания к спискам на практике. Вот, допустим, у нас такой список, список А, и мы хотим найти, сколько элементов меньше 4. Мы знаем, что сравнение в блок-схеме – это ромб. Мы каждое значение списка сравниваем с четверкой, и если это условие удовлетворяется, мы должны посчитать, сколько таких элементов. Как бы мы это сделали на практике? Мы, конечно же, считаем и каждый раз увеличиваем счет. То же самое будем делать здесь. Каждый раз, когда элемент списка будет меньше 4, мы будем увеличивать переменную кол на единицу. Допустим, у нас в списке 22 элемента, и мы хотим каждый из этих элементов сравнить с четверкой и посчитать, сколько же таких элементов у нас в этом списке. Что мы делаем? Создаем список, повторяем 22 раза, и каждый из этих элементов сравниваем с четверкой. Если меньше 4 данный элемент, мы увеличиваем количество таких элементов на 1. А если нет, то есть больше 4, мы продолжаем свой цикл. Давайте посмотрим, как выглядит условный оператор if. Вы знаете, что после записи этого оператора рядом мы пишем условие, не забываем про двоеточие, и то, что выполняется в ветве ДА, то есть в том случае, если условие истинно, мы пишем с отступом. Уже зная вот эти знания, давайте применим наши задачки. У нас есть переменная кол, присваиваем 0 переменной кол. Это для того, чтобы посчитать, сколько у нас будет элементов меньше 4. После этого значение счетчика тоже нулевое, потому что мы начинаем с нуля. И сравниваем каждый раз i с количеством элементов нашего списка. После этого каждый элемент списка сравнивается с четверкой. И если условие истинно, увеличивается кол, то есть та переменная, которая считает у нас те элементы, которые меньше 4. И, конечно же, i, то есть счетчик, увеличиваем на 1. Это будет продолжаться до сих пор, пока у нас в i будет 22. То есть мы проверили все 22 элемента. Мы выходим из цикла и выводим на экран количество элементов меньше 4. А их у меня здесь 10. Хорошо. Вот мы видим данный список. Здесь было у нас 22 элемента. Что делать, если у нас список большой? Мы не хотим считать количество элементов. Для этого мы должны найти с помощью функции len длину вот этого списка. Опять же, список, количество 0. Это та переменная, где мы будем складывать количество элементов меньше 4. i у нас, опять же, счетчик. Смотрите, сейчас мы i сравниваем с длиной списка. И каждый элемент списка, опять же, сравнивается с четверкой. Если удовлетворяется, мы увеличиваем на 1. Но если не удовлетворяется и в обратном случае, мы, конечно же, условия, то есть счетчик, должны увеличить на 1 и сравнивать с длиной строки. Как только вышли из цикла, выводим на экран, сколько у нас таких цифр. Что еще можно сделать со списками? Мы нашли количество элементов меньше какого-то числа. Но можем найти еще элементы больше определенного числа, элементы, которые равны какому-то числу и так далее. Хорошо. А если вот эти условия верны, что можно сделать с этими элементами? Мы, конечно же, можем посчитать. Количество, то, что мы сейчас сделали, можем удалить эти элементы со списка, можем заменить их какими-то другими элементами и так далее. А можно ли выстроить элементы списка как бы в порядке увеличения или же уменьшения? Конечно. Это называется сортировкой. Сортировка у нас, сортировка списка, это расположение элементов списка в нужном порядке. Или по возрастанию, или же по убыванию. Вот, например, если у нас есть такой список, чтобы показать элементы этого списка по возрастанию, мы можем составить вот такой список. А эти же элементы по убыванию выглядят таким образом. Это мы сделали потому, что у нас в списке было мало элементов. А если количество элементов будет много, нам нужна будет определенная функция, которая будет работать конкретно с этим объектом, то есть со списками. И мы знаем, что все функции, которые применяются конкретным объектом, называются методами. Здесь тоже есть такой метод. Этот метод называется сорт. И сначала, когда мы пишем свой список, не отсортированный, мы обязательно, если хотим отсортировать или же писать в порядке увеличения, или же уменьшения, мы должны вот здесь написать в этом месте наш метод. Как это будет выглядеть? Вот, выглядит это следующим образом. Мы в списку А действуем функцией или же методом сорт, и результат вы видите на экране. Вы видите, что вы заметили, наверное, что сорт сортирует элементы по возрастанию. У нас есть еще такая функция, которая сортирует по убыванию. В этом случае мы внутри функции сорт или же аргументом пишем reverse true, то есть обратный порядок тоже верен. Мы уже здесь сортируем наш список в порядке убывания. Ну, давайте выполним следующую задачку. Отсортируем базу данных цен магазина и выведем на экран цену самого дорогого и самого дешевого товара. И разницу между ними. Вот, пожалуйста, у меня в прайс есть список. Я отсортировала по возрастанию. Опять выводим на экран. Как вы видите, результат у нас, список с возрастанием. И находим самый большой элемент этого списка. Это будет элемент с самым большим индексом. А элемент с большим индексом – это когда мы от длины строки отнимаем один. Мы об этом говорили уже на прошлом уроке. Присваиваем это в переменную expensive и в переменную cheap присваиваем price 0, то есть элемент с индексом 0. Это у нас будет самый большой элемент. Вот второй принт выводят на экран 270. Третий принт выводят на экран самый маленький элемент этого списка. И, конечно же, разница у нас будет от большого отнимаем меньшие. Выводим на экран. Эти и другие задачки вы можете увидеть у вас на платформе. Желаю вам удачи. До следующих уроков. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»